День Единства в Махачкале Мэрия Махачкалы направила в арбитражный суд претензионные письма в отношении подрядчика в нарушении сроков выполнения работ по капремонту школ. Духовные лидеры России и СНГ на одной площадке. В Махачкале прошла международная богословская конференция. Подробности в выпуске. 4 ноября вся страна широко отметила День Народного Единства. Праздничные мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, прошли и в Махачкале. Так, на площадке около Русского драматического театра гостей и жителей столицы поздравили известные артисты и коллективы республики. Поздравил махачкалинцев с праздником на своей странице в соцсетях и мэр города Салман Дадаев. «Уверен, что в этот непростой и очень важный для России период единство народов нашей многонациональной и многоконфессиональной страны станет тем стержнем, который поможет ответить на любой вызов и отстоять интересы и безопасность нашего государства», – говорится в тексте. В Махачкале благоустроили двор, в котором живет ветеран. Дворовую территорию многоквартирных домов по улице Зоя Космодемьянской, 58, открыли после ремонта. На торжественное открытие прибыли чиновники столичной мэрии. Для местных жителей Управление культуры столицы подготовило праздничный концерт. Напомним, ветеран Великой Отечественной войны Ильяс Казиханов в прошлом году обратился к мэру Салману Дадаеву с просьбой благоустроить территорию возле подъезда, чтобы вместе с внуками и правнуками проводить досуг во дворе. Также, накануне после капитального ремонта, открыли и передали махачкалинцам двор по проспекту Шамиля, 101-Б. Здесь появилось несколько детских площадок, воркаут с травмобезопасным покрытием и парковка. Были установлены малые архитектурные формы и объекты уличного освещения. Мы постарались учесть все ваши пожелания. До конца года мы откроем и сдадим 23 дворовых территорий и 7 скверов. Я очень рад видеть здесь очень много детей. В первую очередь поздравляю их. Цените, берегите. Это все ваше. Мы очень сильно старались и постарались учесть все ваши пожелания. Мэрия Махачкалы остановила строительные работы вблизи озера Акгель. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Напомним, ранее в сети появилась информация, что на одном из участков вблизи водоема началась стройка. Уже позднее стало известно, что городские власти никаких разрешительных документов на это не давали. Мэрия города направила в арбитражный суд претензионные письма в отношении подрядчика за нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту школ 28, 39 и 8. Общая сумма взыскиваемой неустойки составляет около 9 миллионов рублей. Ремонтные работы велись под контролем со стороны руководства администрации, но в ходе их проведения выявились конструктивные изменения в сооружениях, которые требовали дополнительных экспертных изысканий. Погрузившись в детали этих проблем, Сергей Алимович отсрочил дедлайн именно для таких объектов. Как мы с вами сегодня видим, подрядные организации работы ведутся со слабой динамикой и низкими темпами. По поручению мэра Махачкалы Салмана Дадаева начата претензионная работа в отношении подрядчика. Напомним, в Махачкале в этом году по президентской программе капитального ремонта школ отремонтировано 19 общеобразовательных учреждений. Школа номер 39 – среди них объект с самым большим объемом работ по проектно-сметной документации. Учатся здесь порядка 3,5 тысяч детей. К другим новостям городская администрация помогла подключить газ к семье участника специальной военной операции. Так, в городской координационный штаб обратилась супруга военнослужащего Мурата Латипова с просьбой оказать содействие в проведении голубого топлива в дом. С учетом времени года решить проблему было необходимо в кратчайшие сроки. К делу подключились структурные подразделения мэрии города совместно с ресурсоснабжающей организацией. Был проблема у нас с газом, с подключением. Ребята с этого газового хозяйства шли на встречу. Единственная проблема была с подключением. Так вот, нам пришлось обратиться к администрации города. Помогли сразу, сразу подключили, все нормально. Отопление работает, внука тепле, уюта, все хорошо. Хочу поблагодарить главу города, сотруднику администрации. Спасибо большое, все хорошо. Напоминаем, что по всем возникающим вопросам, родные и близкие участников специальной военной операции, проживающие в столице Дагестана, могут обратиться в координационный штаб. Потушили пожар, правда условный. По легенде учений, он возник на Махачкалинском заводе по переработке молока. В результате утечки газа в котельной произошел взрыв. Впрочем, условным были только огонь и дым. Все остальное по-настоящему. Здесь много горючих материалов, и этот дым после возгорания может отравить людей. Поэтому в первую очередь эвакуация. Важно убедиться, что в цехах никого не осталось. Действия спасателей отлажены до автоматизма. На весь процесс 30-40 минут, и условный огонь потушен. Небольшие недочеты обсудили уже на финальном построении. В принципе, все цели, задачи, поставленные перед проектом, достигнуты. Задачи выполнены. Я хочу сказать, что всех благодарить за участие. Мэр Махачкалы Салман Дадаев принял решение о создании фонда поддержки и развития столичного образования. Это позволит сформировать стратегические направления образовательной и научной деятельности. Так, основными формами деятельности организации станут ежегодное проведение различных видов конкурсов по всем основам гуманитарного и естественного знания, грантовая поддержка педагогов и учащихся махачкалинских школ, прохождение лучшими столичными учителями практики и переподготовки в самых передовых организациях высшего образования. Фонд выявит и поддержит программы и проекты в области образования и науки. Духовные лидеры России и СНГ на одной площадке. В Махачкале прошла международная богословская конференция на тему религиозные и семейные ценности в деле сохранения традиций, вызовы настоящего и решения для будущего. Участники мероприятия обсудили вопросы по налаживанию партнерских связей, укреплению добрых отношений мусульманских общин, а также другие темы. Более подробно об этом в сюжете нашего корреспондента Хамзу Нурмагомедова. Сама утра во всех ведущих вузах Махачкале прошли встречи с муфтиями из регионов России и стран ближнего зарубежья. С молодыми ребятами в рамках богословской конференции говорили о сохранении религиозных и семейных ценностей. Именно сегодня что делается в первую очередь? Разрушается семья. Семья как источник культуры, образования, религии, той же идентичности, о которой мы говорим. И сегодня его надо разрушить. Раз люди работают против нас и, наверное, труды их видны, поэтому надо создавать фронт против этого. Конечно, надо. Кавказ всегда славился своими корнями мощными и адатом, культурой, устоями, идентичностью, отвагой, мыслями, головой. Я думаю, семейные ценностей наши, которые мы еще не потеряли, слава богу, на сегодня, надо их как-то укреплять со всех сторон. Более 7 из 40 регионов России муфтии и заместители муфтиев. Это говорит о том, что сплоченность есть, взаимопонимание есть. И, иншаллах, мы должны укрепить межкультурные связи, также межнациональные связи. После встреч со студентами духовной лидеры собрались в конференц-зале Дома дружбы. Мероприятие традиционно началось с чтения аятов из священного Корана. Далее первым словом предоставили муфтию, председателю Совета Алима в Дагестане, шейху Ахмаду Афанде. Только посредством брака можно формирование духовно-здорового поколения. Ведь именно в семье начинается воспитание будущего человека. И здесь не может быть речи ни о каких нумированных родителях. Или в сомнениях в том, что ребенка растят адекватнее люди, которые не считают нормы так называемый гражданский брак или случайные отношения. К сожалению, в последние десятилетия все громче звучат те вещи, которые даже щепотом неприятно обсуждать и означать как проблемы. Почему мы сегодня так остро поднимаем вопрос о влиянии религии на создание полноценной семьи? Потому что только здоровая во всех отношениях семья может стать национальным достоянием будущего. Вот для этого необходимо формировать совершенную семейную политику государства, базированную на религиозных ценностях. Если внимательно изучать эти ценности, они идеальны для создания семьи, где каждый несет свою ответственность за сохранение семейных традиций, за эти коотношения со всеми членами семьи. На пленарном заседании участники встречи подробно обсудили причины разрушения семейных ценностей и возможные пути их решения. Я на территории Донбасса лицезрел, что мы уже находились в составе Украины. И вся эта нечисть, как она к нам постепенно пробивалась. Там уже, будем говорить, и полуобнаженные женщины стали ходить. И уже, как мы сегодня затрагивали тему, гражданские браки стали настолько модными, что уже забыли об основных бракосочетаниях. То есть нам очень много удобно, никакой ответственности. Прелюбодейничают и разбежались. То есть мы должны это остановить. То есть мы мусульмане. Почему? Потому что мы больше понимаем пагубность этих дел. Потому что она распространяется. Морально-духовное воспитание молодежи актуально, важно. И мы такие мероприятия, такие встречи, конференции должны часто проводить и встречаться с молодежью, и объяснять нашу религию и нашу традицию. Я открыто скажу спасибо муфтияту Дагестана. Огромное спасибо. Они во всех регионах Сибири открывают глаза мусульманам. В лице муфтия Хазия огромное спасибо всем Алимам Дагестана. Мероприятия поддержали представители органов республиканской власти. Только совместными усилиями возможно не допустить разрушения потери религиозных и семейных ценностей в обществе, говорили участники конференции. Вопрос сохранения и развития традиционных духовно-нравственных ценностей, культурного наследия, воспитания детей, высоких морально-этических, общечеловеческих идеалов являются важнейшими задачами современного общества. Без них решения невозможно духовное, нравственное, интеллектуальное и позитивное развитие цивилизации. К большому сожалению, в постсоветское время мы несколько утратили и воспитательную роль семьи, и роль семьи в процессе обучения и воспитания. Сейчас эти процессы со стороны государства очень берутся в такое серьезное внимание, администрируются, разработаны и программы воспитания, которые интегрированы в образовательные программы образовательных организаций всех уровней, где вот с такой красной нитью проходит как раз и привитие всех семейных ценностей, и привитие роли семьи. И вот это для нас крайне важно. Инициатором проведения конференции выступил Муфтия Дагестана. По завершению заседания было отмечено, что все предложения, озвученные в ходе обсуждения, войдут в итоговый документ. На основе этого в дальнейшем будут приняты конкретные практические решения и рекомендации. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал НТ, Махачкала. И к новостям спорта. В Махачкале прошел традиционный турнир по мини-футболу памяти братьев Нурбагандовых. На поле спортшколы «Олимф» вышли около 150 юных участников. Спортивное мероприятие седьмой год проводит городской комитет по спорту, туризму и делам молодежи. Цель турнира – пропаганда патриотизма среди подрастающего поколения и воспитание молодежи на примере подвигов достойных героев. На открытии выступили депутат Госдумы Нурбаганд Турбагандов, а также представители администрации Махачкалы и Миннация Республики. По итогам игр первое место завоевала команда «Динамо», серебро и бронза у клубов «Бахрукада» и «Буйнакск». Отдельными призами были награждены лучшие футболисты в индивидуальных номинациях. «Имени кого сегодня проводится и в турнире вы сегодня участвуете, Богомед, я вам прошу сказать, такие же маленькие, как вы, занимались против спорта, очень сильно любили они футбол. Ребята, они уходили на работу, возвращались они в 6 часов с работы вечером, вот приезжали на 18 километров от нашего села, в другом селе Бултур, это такое искусственное поле, потому что в нашем своем селе этого поля не было, приезжали туда каждую ночь до 12, до часу ночи футбол играли». «Память турнира «Буйнакск» – это достойный пример для нас, с которым мы должны равняться и играться. «Вам, детишки, желаю успехов, чтобы вы хорошо учились, слушали своих тренировок, своих родителей, не теряли свое время зря, реализовывали себя, смотрели на такой достойный пример, с кого надо брать, и шли вперед». В Махачкале также прошел открытый республиканский турнир по тэквондо среди юношей. На татами Дворца спорта Автодорожного колледжа вышли более 250 спортсменов из разных уголков Дагестана, а также из Астрахани и Чечни. Награды оспаривали как дебютанты соревнований, так и спортсмены, уже проявившие себя на уровне республики и страны. На церемонии открытия к участникам обратились организаторы, представители Министерства образования и науки. Также с приветственным словом выступили руководители спорткомитета и Федерации тхэквондо Дагестана. На турнире также были отмечены спортсмены, отличившиеся по итогам 2022 года. Лучшему тхэквондисту первенства России, прошедшего летом в Калининграде, Асхабали Магомедову вручили пояс чемпиона. Мощный турнир, и приезжие команды есть. На следующие годы, я думаю, еще они сделают, еще больше участников будет, и гостей тоже будет. Здесь ребята есть, которые выиграли первенство России, но чемпионат России среди взрослых бывает, и призеры России здесь выступают. Это вторые, третьи номера, которые выступают сейчас на этих соревнованиях, они большой опыт набирают. Чем чаще таких турниров, тем результат Дагестана лучше будет. Это все, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь, желаю отличных выходных, и до скорой встречи в эфире.